Первый после пандемии День Победы в Южноуральской столице отметили с праздничной масштабностью. Гвоздём программы по традиции стал парад военной техники. За несколько минут до церемонии на главной площади не осталось свободных мест, хотя на трибуны пускали только по приглашению. Поздравляем вас с 77-го годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 По центру города проехали не только знаменитые «катюши» и самоходки. Южноуральцы смогли увидеть современные тайфуны и десятки других боевых машин. Погода благоприятствовала организаторам, поэтому зрителей побаловали и авиашоу. В составе группы штатные пилоты аэроклуба, каждый из которых имеют за плечами богатый обувь лётной работы. Своим творчеством порадовали почётных гостей и лучшие танцевальные ансамбли региона. В общей сложности в шоу участвовали несколько десятков человек. Репетиции у артистов были такими же напряжёнными, как и у участников парада. Первые ряды зарезервировали специально для ветеранов. Тёплые слова поздравлений и благодарности тем, кто защищал рубежи страны и годами трудился на дело победы в Тулу, прозвучали от первых лиц города. Гордость за нашу страну, за наш город, не исключение. Вот та стела, которая сейчас установлена, это действительно символ, наверное, того героического подбега челябинцев, которые часть из них это делала на полях войны, а часть делала здесь в Тулу, благодаря чему такой весомой лепти челябинцев одержала наша страна, в том числе побед. У них сразу же были все воспоминания, когда началось построение, когда пошла техника, говорили о том, как им тяжело было на полях войны, особенно когда пошли вот эти установки, артиллерийские установки. Он говорит, я примерно из такой же вивал. Иногда, говорит, хватало терпения подпустить ближе, а иногда и не хватало терпения подпускать ближе вражеские танки. И мы выпускали снаряды по ним, то есть практически живые мишени, как мы, говорит, были, так и они были для нас. Поэтому, конечно, очень тяжело они это все вспоминают. Говорят о тех ранах, которые, ну, те ранения, которые получили, о том, что они их беспокоят сейчас, что практически, вот тот, который сидел с правой стороны, он говорит, практически шевелится, начинает шевелиться. И боль этих ран все время напоминает о этих боях, о войне. И, конечно, непросто уже и вставать, передвигаться, но, в принципе, полны оптимизма. И один из них пожелал мне прожить больше ста лет. Поэтому мы с ним договорились встретиться в следующий день Победы здесь же, на площади Революции обязательно. Еще одним массовым мероприятием в 77-ю годовщину Победы стало шествие Бессмертного полка. Два предыдущих года акция о памяти проходила в онлайн-формате. В этом году вдоль главного городского проспекта собралось рекордное число южноуральцев. С портретами своих героев на улице вышли 120 тысяч человек. У меня муж попал в плен, когда строил укрепление под Харьковом. Там очень много наших ребят попало в плен. А потом его погнали в Польшу босиком. Совсем ужасно были. А потом всех их построили, те, кто были пленные. И сказали, вас ждет на вашей родине тюрьма, ссылка и так далее. Кто готов поехать, пойти на свою родину, шаг вперед. Твой муж сделал три шага. Это мой отец, Баглай Сергей Яковлевич. Вот, 17-летним мальчишкой, он добавив один год, ушел добровольцем на фронт. И прошел, буквально дошел почти до самого Берлина. 60 километров не дошел. Когда пересекали реку Одар, его ранило. И он, слава богу, поправился, выздоровел. И потом еще 7 лет он продолжал служить в армии, восстанавливать хозяйство. Потом благополучно вернулся домой, женился, нас троих детей родил. Самое главное, мы помним, ценим, гордимся. И никогда не забудем, и не посрамим это однозначно. Так что, вы не просто так. Сражались и победили. Спасибо вам, милые родные. Бабушка, а вот отец были на войне, два месяца до победы не дотянул. Так что, очень счастливы, что победа, что мир. И надеемся, что так и будет. Мира, любви и счастья всем. Вдоль всего маршрута участников акции сопровождала живая музыка. А некоторые энтузиасты исполняли хиты военных лет прямо на ходу. Завершилось шествие у Вечного огня, где южноуральцы возложили венки в память о своих родственниках. Ну а главное действие развернулось на театральной площади. Поздравить челябинцев с Днем Победы приехали звезды российской эстрады. Народный артист Алексей Кравченко прочитал со сцены стихотворение, посвященное победителям. Защищая дом, свое дитя, они миром править не стремились. А перед тем, как подорвать себя, вряд ли они Сталину молились. И союзникам от нас большой поклон. Мы, конечно, благодарны им все целы. Но бить врага, когда твой враг силен, и добивать врага – два разных дела. Послушать любимых исполнителей собрались 15 тысяч человек. Самым долгожданным стало выступление любимца публики Олега Газманова. Артист исполнил для челябинцев свои самые известные хиты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Причем, несмотря на плотный праздничный график, выступать 9 мая ему выпало именно на Южном Урале. Музыкант признался, что выступать перед ветеранами ему каждый раз нелегко. Ведь война не обошла стороной и семью артиста. Я на День Победы был всегда дома. С родителями, с моими, с отцом и с мамой, которые прошли всю войну. Естественно, их все друзья были, фронтовики, так или иначе связанные с военными действиями, прошедшие войну. У меня отец военный, офицер, мама, врач. И, естественно, они все собирались, напевали, гуляли, ходили на парады, демонстрации, пели песни военные. И, кстати, о войне очень мало говорили. Я когда приставал, уже повзрослее стал к отцу, значит, Ну, что там с войной, значит, как вы мне? Знаешь, говорит, война – это не то, что там все время в кино показывают, одни подвиги. Это тяжелая, кровавая работа. Это когда твои друзья гибнут, когда каждую секунду ты можешь лишиться жизни. Не любили они. В моей семье, по крайней мере, про войну не говорили. Моя семья меня не видит на празднике вообще. Я вот сейчас, у меня какой-то бесконечный тур подряд. Десять, вот мой директор больше всего. Двенадцать городов, наверное, подряд идет уже, я не знаю, уже и по Уралу. Там, значит, Азбез, Сухой Лог, Екатеринбург, Волгоград, Астрахань. Вчера Тула, позавчера Казань, Ставрополь. Вот сегодня, сегодня Челябинск повезло мне, потому что я очень люблю сюда приезжать. Я вообще люблю выступать, когда огромное количество людей. У меня песни такие, которые могут петь всем народом. Офицеры, офицеры, Маши сердца под прицелом За Россию Свободу до конца Офицеры, Россиане Свобода в России Создавляя, Составляя Высом Звучат Сердца ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Овациями встретила челябинская опублика и рок-музыканта Александра Маршала. Знаменитому хиту «Не улетай» подпевали и взрослые, и дети. Не улетай, не улетай, ты долетишь туда легко, преодолеешь путь другой. Прошу, возьми меня с тобой. Возьми меня с тобой! Возьми меня! Я думаю, это то же самое, что для всех нас. А для меня особенно, потому что ордена деда лежат у меня дома, который прошел всю войну. И это два ордена красной звезды, медали за отвагу, за взятие Будапешта. Он дошел до Австрии. В 45-м году у него война закончилась в Австрии, в Вене. Но ордена, которые лежат дома, у него у одного из орденов красной звезды отбит луч у звездочки. Я его спрашиваю, деда, а чего такое? Он говорит, ну, по касательной ударила либо пуля, либо на осколок. Я говорит, не знаю, в атаке. И у меня гематома такая была. Если бы, говорит, внучек не орден, мы бы с тобой не разговаривали. Поэтому для меня это святой праздник. И я пацаненком всегда с гордостью шел со своим дедом, который один раз в год надевал свой пиджак с орденами. И я благодарен всем нашим ветеранам, тех, кого уже нет с нами, тех, кто погибли. Особенно благодарен тем, кто живы. Хотелось бы, чтобы они жили как можно дольше, потому что только из их уст мы можем узнать правду о той страшной войне. Я думаю, что надо начинать с себя. Я не верю, если в семье чтут память наших воинов, чтут память тех, кто погиб за нашу родину, потому что если бы не они, нас бы не было в живых вообще. То если своим примером это все происходит в семье, и ребенок это видит с детства, то он таким вырастет. Ну и, конечно же, День Победы не мог завершиться без победного салюта. В 10 часов вечера над набережной Мясо прогремели первые залпы. Как и обещали организаторы, огненное шоу в небе продолжалось целых 10 минут. В этом году челябинцев порадовали многоуровневыми фейерверками. Залпы разного калибра взрывались на разной высоте. За салютом в центре города наблюдали 60 тысяч южноуральцев. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова